итак мы продолжаем изучать учение отцов перте а вот и сейчас на 2 глава мишна 12 12 мишна значит все кто у нас сейчас прямом эфире вот вам повезло значит интересно я был вчера в израиле и в аэропорту стоит мой знакомый его не видел но несколько месяцев и вижу его раз там несколько месяцев и он стоит с телефоном вот так вот я могу говорю костя привет он вреда привет привет к это сама я говорю так я же здесь он такой поворачивается говорит вообще и показывает мне на телефоне он мне звонит на мой старый киевский номер которого у меня уже нет и он ваша по телефону ему ответил а я в это время к нему подхожу в очереди в паспортный контроль это просто иногда бывают эти совпадения что удивительно да именно в да потом я встретил еще там одного человека интересно как в самолете который мне подсказал там что-то то есть есть в жизни удивительные такие можно их назвать совпадения но можно назвать что бог ведет человека и если человек верит что бог ведет человека то этим он включает аж как обратить частное проведение то есть если ты веришь что вот бог все время с тобой он все время с тобой разговаривает значит это прямо включается удивительный ход событий в жизни значит поэтому если кто слушает сейчас прямом эфире это не зря поймите что это абсолютно все не зря теперь дальше двенадцатая мишна это рассказывается о взаимоотношениях раббан йоханан бензака со своими учениками он начали дал каждому характеристику показав нам что у каждого человека есть свои какие-то сильные качества и они могут отличаться от другого человека и может быть у одного сильное одно другое сильное другое и как бы они каждом качестве он сильный в одном это сильный в другом и он ему проигрывает в этом он ему проигрывает в этом то есть нужно и один при этом себя считают крутым а второй себя считают лузером почему на чём он концентрирует свое внимание и точно так же к другому человеку как мы относимся. Можно увидеть в нем сильные стороны, можно увидеть в нем слабые стороны. Понятно, да? Человеку надо развивать себе лучшее свое качество или худшее? Человеку надо развивать себе лучшее качество. Раз Бог ему дал, а с худшим смириться? Смириться что? Нельзя быть лучшим во всем. Кто сказал, что надо быть лучшим во всем? То есть ханех наар аль пидарков, Мишли, сказал Шлома Мелых. Царь Сломон сказал, что нужно ли ханех, нужно воспитывать наара, подростка, по его пути. То есть есть у каждого свой путь и нужно по этому пути лиханех. То есть у каждого есть как бы как алмаз какой-то в чем-то. И Бог так сделал мир, что у каждого есть талант к чему-то, чтобы мир мог существовать. И нужно этот талант найти и потом его огранить и заниматься развитием своих личностных лучших качеств. Так, дальше. И теперь он их всех похвалил, каждого за свое. И после этого он сказал, что если будут все мудрецы Израиля на чаши весов, а Элиэзер бен Урканас на чаши второй, то он перевесит их всех. Что он сказал про Элиэзер бен Урканаса, что он как бор сит шейнам и бет кипа, что он как колодец смазанный глиной, который не упускает ни одной капли знания, что в нем есть все знания, вся Тора есть в нем. И он говорит, если всех мудрецов взять и его одного, он всех перевесит, потому что у него есть вся Тора. У каждого есть кусочки Торы, а у него есть вся Тора, он все помнит. Теперь Аба Шауль, Омер Мишмо. Аба Шауль это, как вообще Мишна была? Был раби Иуда Анаси, который составил, собрал всю устную Тору, все знания. И он собирал это, он собрал мудрецов, что-то он помнил, что-то другие помнили. Он все это сопоставил и все это связал вместе в Мишну, записал. И когда говорили, что Рабан Йоханнен бен Закай, он говорил так или так, уже не было его, чтобы проверить. Это была устная Тора, что запомнили то, что он говорил. Так в этой Мишне один Тана, один мудрец эпохи Мишна, который жил во времена Раби Иуда Анаси, Танакама, это первый в этой Мишне, он сказал, что Рабан Йоханнен бен Закай сказал, что если будут все мудрецы Торы на чаше весов, а Раби Лезер бен Урканас на чаше второй, он всех перевесит. Тут вступает второй Тана, который тоже был мудрец не меньше первого. И он говорит, его звали Аба Шауль. Аба Шауль сказал от имени Рабан Йоханнен бен Закай по-другому. Он говорит, не так он говорил. А как? Если будут все мудрецы Израиля, он говорил, на чаше весов. И Элиэзер бен Урканас вместе с ними на той же чаше. А Раби Элязар бен Арах, Бекав Шния на второй чаше, вот он их всех перевесит. А что он говорил про Раби Элязара бен Араха, он говорит, Элязар бен Араха, что он Маянамид Габер, что он креативный. У него есть возможность, он берет любую точку Торы и из нее создает целую новую историю. То есть, он был креативный. То есть, у нас есть два Тана, два мудрецы. Оба говорят от имени Рабан Йоханнен бен Закай противоположные вещи. Значит, обычно этот спор потом разбирается в других местах, в Талмуде, в Гусной Торе, чтобы понять, что лучше, какое качество ума все-таки лучше. Или запоминать и иметь полностью память, что сказали все предыдущие мудрецы. Или иметь яркое креативное мышление, которое может создавать новые идеи, креативить, смешивать, создавать новое, вытаскивать. Есть, например, ты берешь качество, есть бина, когда ты берешь кусочек какой-то информации и логическим анализом говорит, из этого следует что? А из этого следует что? А из этого следует что? И ты его разбираешь на мелкие кусочки. А есть другое качество ума, называется твуна. Тоже тот же корень. Бина, твуна. От корня ливнот. Ливнот это строит. Только если бина, это он понимает вещь из вещи. То есть, он берет объем информации и его разбирает на более мелкие составляющие. То есть, качество ума твуна, он берет кусок информации и складывает его в целую картинку с другими кусками информации. Например. То есть, бина это процессы, твуна это конечная картинка? Нет, и бина процессы, твуна. Нет, бина это качество, и твуна это качество. Лиавин это... Лиавин это... Аналитический... Да, понять глагол. А твуна, как бы, нет глагола. Тоже лиавин, это тоже понять. Тот же глагол, как бы, он идет и разбирать, и собирать. Лиавин, понимать что-то, да? То есть, ну, ты можешь понять из одного более большую картину, укрупнить. И можешь понять из одного более мелкую картину. Например. Летит птичка. Человек, который... Простой человек, да? Который, он смотрит, летит птичка, значит, там... И он, вот, например, Раби Элейзер бен Нурканес, он бы сразу определил. Эта птица называется, там, орел белоголовый, принадлежит классу орлов. Там... И он его сразу, чуть-чуть, сразу вспомнил все, что знает, все, что написано в энциклопедии про орлов. Теперь Раби Элейзер, Элязар Бен Нарах, который Майяна Медгабер, он смотрит на птицу, летит орел. Он думает, так, значит, орел летит, куда он летит? Значит, летит, наверное, за едой. Для кого еда? Для птенцов еда. Значит, наверное, есть птенцы. Куда летит? С юга на север. Значит, ветер, наверное, с севера на юг там. И он сразу из этого орла, он лепит целую картину причинно-следственных связей. Доходит до того, если укрупнять, что есть Бог, да, и Бог сотворил мир. Если уменьшать, то есть, есть у орла, например, есть когти, там, он состоит из молекул, атомов, там, атомы из этого. То есть он может орла разобрать и туда, и сюда. То есть у него, он Майяна Медгабер, он может тут же про орла сочинить сказку. Он может этого орла просто вообще разукрупнить, ну, то есть использовать в любой категории, да. Это Майяна Медгабер. И в Талмуде есть спор. Какое качество при изучении Торы важнее? Или запоминать, или Майяна Медгабер. Я видел, что, по-моему, как бы Аллаха, там есть, говорят так, что раньше, мол, почему, вообще Аллаха как Тана Кама, как первый Тана, то есть, что важнее запоминать. Но те, которые говорят, что креативность важнее, они говорят, это раньше важно было запоминать, когда была только устная Тора. Тогда же все запоминали наизусть, не было книг. Тогда, естественно, что его качество было важнее, потому что если он помнит всю Тору, то куда же без него. Но в наше время, когда вся Тора, у тебя есть сотни тысяч книг, ты можешь найти любую информацию, а это, это и говорили еще лет 200 назад. А в наше время, когда есть энциклопедия Тора, или как-то есть, ну, какая-то библиотека электронная, где есть все книги вообще, которые только были. И ты можешь по поиску вбить одно слово и найти, где это слово во всех книгах, да. Или, то, как бы говорят, что Маяна Мингабер, это важнее, вот эта вот креативность. Но, как бы, Аллаха, Аллахаши надо знать всю Тору лучше. То есть, что, ну, как бы, большинство, это есть как-то синий и, и есть как-то по-другому оно в Талмуде. Не помните, Ревелезер? Синай и Окера Рим, как-то там обозначено. Ну, спор, что важнее? А, не слышно, ну, ладно. Есть спор, или что важнее, как-то Синай, он, есть спор, что важнее, запоминать или быть креативным. Только в Талмуде он обозначен как, что-то Синай и Окера Рим, как-то там они, что важнее качество. Не слышали это, да? То есть, в Талмуде оно обозначено другими метафорами. Не колодец, который не упускает каплей, и источник, который бьет. Тут, видите, все связано, Тора, она как вода. Это метафора Тора, она как вода. И одного сказали, что он как колодец, который не пропускает ни капли воды. А второго Маяна Мингабер, который создает, из которого течет это, ну, он как бы бьет вода. А в Талмуде, по-моему, этот спор, он по-другому как-то, ну, вот другие взяты две метафоры. Но, в общем, в итоге спор был, есть и будет. Как говорят, что самая, какая традиция самая важная, это спор. Да? То есть, Тори началась, вот сейчас только получили Тору, только получили Тору, сейчас недельная глава Корах, да, сегодня. И только получили Тору, только еще вот прям Дорда, Дор Познания назывались, Поколение Познания. Только перешли море, все слышали, как Бог говорил, я Бог ваш, который выявил у вас из земли египетской. Все это слышали, все море переходили. И тут, бах, значит, тут же Корах восстает против Маши Робену, говорит, вопрос ему задает, а если Талит, например, весь синий, так что нужна Тильдхевет, нужна синяя нить. Или там, если весь дом, он полон свитками Торы, нужна ли Мизуза. И тут же начинает обвинять Маши Робену, говорит, послушайте, мы не выдумываем ничего, и умничать не надо. Бог сказал, надо, значит, надо. Все. Наша задача делать, что Бог сказал, и не умничать. Так сказал ему Маши Робену. А Гора говорит, нет, типа, мы все святые, все стояли на горе Синаймон. И, в общем, интересно, это, как бы, такое очень, очень интересное качество, качество, что, с одной стороны, нужно задавать вопросы, с одной стороны, нужно, нужно, прямо быть недоверчивым, с другой стороны, это все заставляет сильно спорить. Синево Керарим, да, в Талмуде это вот так вот. Обозначено, но вот, как читать, тут тоже нет огласовок. Синай это читается? Синай, да. И так же, это судья, она находится в трактате Брахот, в конце трактата Ора-Йот. Вот, что важнее, Адам Шибакиба, коль Адам, что он знает все-все там разделы Торы, или человек, который умеет липальпель и понять через пилпуль все Аллахот, что Адиль, да? Адам Шибакиба. Равина, сейчас все, заходишь на портал Ваикра, или там на толдот.ру, заходишь, находишь себе Равина, который тебе нравится, связываешься с ним, и все, все через интернет, все доступно. Вообще все доступно сейчас, только учись. Хорошо, теперь, значит, мы разобрались, что, что мы разобрались, что Рабан Йоханн Бен Закай, он сказал, что или один важнее, чем все, или другой важнее, чем все. Но, как бы, мы не знаем, что он сказал на самом деле. Теперь дальше, следующая мишна, тогда переходим к тринадцатой. Тринадцатая мишна, осталось у нас четыре минуты, значит, мы просто, тринадцатая мишна, успеем ее пройти или нет, вот вопрос. За четыре минуты мы точно ее не успеем пройти, поэтому давайте мы вернемся к этой мишне предыдущей. Значит, что из нее можно еще понять? Давайте сейчас мы будем идти по Маяна Мин Габер, по второму мнению. Постараемся из нее понять еще что-то за четыре минуты. То есть, первое, что из нее понятно, что всех остальных он не считал, что это важнее, чем все. То есть, он считал, что все-таки или Элизар Бен Урканас, у него было пять учеников. Значит, он сказал, или он важнее всех, по мнению первого Тана, который знает всю Тору, или Элизар Бен Рах, который Маяна Мин Габер. Но, качество остальных учеников он не считал всеобъемлющими, да? Хотя там был Раби Юшуа Бен Ханания, счастливо родившая его. То есть, он был суперчеловек такой, добрый, хороший, все время с Богом был такой. Кстати, про него, что интересно, Раби Юшуа Бен Ханания, про него есть интересная история. Он был очень, вот, он делал все, ну, все только для Бога, да? То есть, вообще, все только для Бога, такой был человек. И он, ну, сам он жил при этом очень бедно. Очень бедно, он жил прям невероятно. Его жена, она, она ему, она страдала от этого, реально страдала. Что они живут очень бедно. И она ему, в конце концов, говорит, слушай, ну, ты всем помогаешь, ты делаешь чудеса для всех. А мы живем вообще у нас, в доме даже нету масла, свечи зажечь на шаббат. И известна про него история, когда он дочке сказал, наливай уксус, типа, и поджигай. Она говорит, а когда же уксус? Говорит, тот, кто сказал маслу гореть, и оно горит, то есть, Бог, который создал масло, чтобы горело, так он и уксусу скажет, чтобы оно горело, и оно будет гореть. И, а так как написано в предыдущем вишне, что сделай его волю, Бога, как ты делаешь свою. А, это был Раби Ханина Бендоса, не Раби Ушо Бенханань, я ошибся. Это был Раби Ханина Бендоса, мне поправили, да? Поправили, значит, тогда все, история эта отменяется. Это была история, а что известно про Раби Ушо Бенханань, интересного, если можно поискать, пожалуйста. Хорошо, значит, про него сказано, что счастлива его родившая. Хорошо, что есть Равина, который могут подсказать. Счастлива, которая его родила, Раби Йоси Акоэн Хасид, он делал больше, чем надо. То есть, получается, Рабан Йоханан Бен Закай, он не считал, что надо делать больше, чем надо, он не сказал, что Раби Йоси Акоэн, который делал больше, чем надо, что он был Хасидом, что он перевешивает всех. Раби Шибан Бен Натанель, он был ирехет, он боялся греха. Он, наоборот, вообще не двигался с места, чтобы не согрешить. Есть такие люди, которые, вот просто, они настолько боятся согрешить, что они ходят полностью замкнуты в себе, боятся слова сказать, чтобы никого случайно не обидеть. Вот это был Раби Шиман Бен Натанель, ирехет. Но эти все качества, он их считал дополнительными. Хорошее качество характера, стремление служить Богу больше, чем надо, и стремление предостерегаться больше, чем надо. Он это все считал важным, раз он хвалил их до этого. Но принципиально, что главнее всего, это или знать всю Тору, или иметь такие мозги, которые креативно, липальпель, то есть спилпуль, умеют создать какие-то новые идеи, глубоко понять, глубоко разобраться, то есть войти интеллектом в какие-то глубинные слои понимания. Это можно рассматривать не как подход только кто, а как подход к жизни вообще? Что человек становится источником энергии, ему не нужно внешние... Ну, опять, здесь я бы не стал это все распространять на другие сферы жизни. Сейчас это все-таки касается Торы, и больше касается Торы. И здесь вот опять же, опять же, есть разные виды ешив, есть разные виды учеников. Но что вот можно понять здесь, как бы взаимоотношения с реальностью, или ты ее изучаешь, и ты ее как бы просто запоминаешь, как она работает, или ты можешь ей управлять, вот эта вот такая креативность, creator, да? То есть это два разных качества интеллекта. Конечно, они проявляются в других сферах жизни, но вот сейчас это больше касается Торы, как учить Тору. И я считаю, что... Ну, во-первых, как? Пока ты не знаешь, то заниматься креативностью вообще глупо, потому что ты... креативность, она всегда работает с материалом, который у тебя есть. То есть... И поэтому заниматься креативностью в Торе можно... Может только тот человек, который знает Тору, да? Который серьезно ее знает, который баки... Баки, это который вот знает все части Торы, да? И, значит, тогда он может креативить, потому что пока ты не знаешь, это пустота. Все, значит, учите Тору, запоминайте Тору И потом, через лет 20 Начните заниматься креативностью Майяна Менгабер, это очень круто Но потом, когда ты уже знаешь Все, пока